В Якутске проходит открытый чемпионат профессионального мастерства огранщиков и ювелиров Якутии. Соревнования проводят на базе Якутского промышленного техникума. Более 30 участников соревнуются по трём компетенции. Это огранка алмазов бриллианты, ювелирное дело и ювелирный дизайн. Подробности в материале Юрия Осипова. История этих соревнований насчитывает вот уже около 20 лет. Она лишь ненадолго прерывалась в период с 14 по 16 годы. Трудно переоценить значение проведения данного конкурса. На сегодняшний день на рынке труда существует тенденция всё больше привлекать иностранную рабочую силу. И эти соревнования помогают привлечь внимание к этой проблеме. Всего лишь 25 лет тому назад мы не могли себе представить, что у нас в республике будет данная отрасль. Чего стоило республике, чего стоило всем здесь присутствующим, многим, кто уже относится к ветеранам отрасли, добиться права гранить собственные алмазы, использовать собственное золото, другие драгоценные металлы и камни для того, чтобы производить конечный продукт и реализовывать это по всему миру. Наряду с молодыми специалистами соревнуются и бывалые профессионалы. Александр в профессии огранщика алмазов уже более 15 лет. За эти годы он довёл своё мастерство до автоматизма. Вот этот круглый камень весом 0,40 карат, 67 граней будет. Ну если камень беспроблемный, то можно 15-20 минут уложиться. А если беспроблемный, то целый час можно. Участники компетенции «Ювелирное дело» на протяжении двух дней соревнуются в создании ювелирного изделия с использованием бриллианта. По словам одного из участников Альберта, самое главное в этом деле – это усидчивость и внимательность. Сейчас делаем оберег в якутском национальном стиле, с камнями будет. Самое сложное – не отвлекаться. Тончающую гравировку делаем. Главным отличием нынешнего чемпионата является проведение презентации проекта по реализации сырья для участников рынка. Как говорят сами организаторы, этот проект является попыткой решения проблемы высокого финансового барьера для приобретения алмазного сырья. Благодаря тому, что сейчас возможность у ограничений ювелира выбрать себе тот камень и тот бриллиант, который они как сами чувствуют, как видят. Потому что талант и творчество, и дальнейшая добавочная стоимость именно бриллианта – это зависит от процветания и нашей алмазно-гранильной отрасли. И ограничники получат работу, у Алроса появляется дополнительный сбыт. И, соответственно, что вот это все вкупе в целом будет именно помощь в развитии, новый виток развития. Цель соревнований – это поднятие престижа профессии, распространение и внедрение в учебный процесс новых приемов и методов работы. Алмазо-гранильная отрасль Якутии в целом столкнулась с проблемой. Сегодня поколение, создавшее славу якутской огранги, стареет. И этот конкурс проводится с целью выявления лучших студентов для дальнейшего развития отрасли. Юрий Осипов, Семен Афанасьев, НВК «Саха», Якутск.